Добрый день всем, кто к нам присоединился. Это новости на 24КЗ. В студии для вас работают Динара Саду и Виктория Антонишина. Кладчикам помогут. Нацбанк и Казахстанский фонд гарантирования депозитов создают рабочую группу. В ее состав войдут банкиры и представители Ассоциации финансистов Казахстана. Они будут разрабатывать механизм компенсации курсовой разницы по срочным депозитам физических лиц в тенге. Условия для ее получения следующие. Счета должны быть открыты до 18 августа этого года. Сумма остатков не должна превышать миллион тенге. Депозит должен сохраняться на специальном счете в банке в течение одного года. Плавающий курс тенге – стратегический верный шаг, который срабатывает на упреждение. Такое мнение сегодня на брифинге в службе центральной коммуникации высказали эксперты. Они отметили, что падение мировых цен на нефть и металлы ударило по казахстанской экономике. Ослабление национальных валют наших ключевых торговых партнеров еще более усугубило ситуацию. Поэтому плавающий курс тенге – мера вынужденная, но выверенная и необходимая. Наши основные торговые партнеры – Россия, Китай – ослабили свои валюты. И тем самым мы оказались в очень неконкурентоспособном положении. И, естественно, это потребовало от нас соответствующего адекватного ответа. Это мера упреждающая. Мировая ситуация может стать еще хуже. Потому что они справляются уже с возникающими проблемами. Проблемы обостряются. И, естественно, это будет усугублять положение. И поэтому, конечно, мы должны быть готовы вот к этому ухудшению положения в мировой экономике. Самое главное – от новой валютно-кредитной политики выиграют предприятия-экспортеры и, соответственно, их работники. Переход на плавающий курс, я думаю, только начало больших институциональных преобразований. Сейчас мы вступаем в ВТО. И надо отметить, что каждое предприятие должно построить свой четкий алгоритм действий. Здесь будет уже жесткая конкуренция не только с товарами EAS. Тем временем стоимость нефти продолжает падать. Цена октябрьского фьючерса Brent упала более чем на 3% до чуть более 45 долларов за баррель. Это минимальное значение с марта 2009 года. Более дешевая американская нефть WTI продавалась за 40 долларов за баррель. Также впервые за последние 6 лет. Аналитики считают, что очередное снижение цен на черное золото произошло на фоне опасений переизбытка предложения на рынке. Туристическая отрасль Малайзии переживает не самые лучшие времена. В стране, где, казалось бы, круглый год лета резко снижается число туристов. Чтобы переломить ситуацию, правительство предлагает искать новые инновационные подходы. Но представители туриндустрии считают, что одними инновациями ситуацию не улучшить. Подробности у нашего международного обозревателя. Туристическая отрасль в Малайзии – одна из прибыльных, приносящих огромный доход в казну. Ежегодно иностранные туристы оставляют в стране до 17 миллионов долларов США. Но недавно правительство в связи с кризисом заявило о решении сократить на 25% финансирование мероприятий, направленных на рекламу туризма, предложив искать инновационные подходы и широко использовать социальные сети. Но глава ведомства по развитию туризма считает, что нужны радикальные меры. По официальным данным, в прошлом году в Малайзии побывало более 27 миллионов иностранных туристов. Но с начала этого года показатель значительно снизился. Теперь правительство Малайзии намерено уделять особое внимание привлечению туристов из развитых стран. Но для этого необходимо создать условия для беспрепятственного въезда граждан Китая, Японии, Австралии, Кореи, Индии и Тайваня. И, что самое главное, безопасного пребывания их в стране. По мнению экспертов, решение именно этих вопросов придаст новый стимул развитию туризма, учитывая, что девальвация Рингита также должна сделать страну привлекательной для туристов. Потому что туристам будет выгоднее приехать к нам, чем поехать в другую страну, так как у нас все услуги и пребывание значительно дешевле. Следует заметить, конечно, что данная ситуация временная. Но обесценивание Рингита не решает всех проблем, говорят представители местных турагентств. В этом году власти ввели очень обременительный 6% налог для туроператоров. И для того, чтобы не потерять клиентов, они вынуждены из своего кармана покрывать разницу в цене. Мы думали, что нам делать, закрываться, не закрываться. Но решили подождать, решили посмотреть, что будет дальше. Потом рынок оживился, но у нас ввели GST. То есть GST — это дополнительные 6%, которые облагаются налогом, и туризм тоже. Мы пытались объяснить, что эта отрасль не должна облагаться. Люди не должны. Да, хорошо, если они покупают в магазине что-то, они могут это вернуть. Но то, что они платят за отель, за наши услуги, они не могут вернуть, а тур становится дороже. То есть мы стараемся хоть как-то облегчить цену, делать ее такой же конкурентной, как в Таиланде, как в Индонезии. Мы берем эти расходы на себя. Туроператоры ждут пересмотра этого вопроса властями. По словам специалистов, если не будут решены основные проблемы, то инновационные технологии не смогут спасти приходящую в упадок отрасль туризма. Асет Толыбаев, Айнур Бердебай, Мухаммед Рузайми, 24КЗ, Малайзия. К другим темам. Актюпинский бахчевод выращивает арбузы весом в 20 с лишним килограммов. На развитие своего бизнеса Спартак Туримуратов получил кредит по дорожной карте занятости и трудоустроил односельчан. В этом году фермер собрал рекордный урожай арбузов – до 400 центнеров с гектара. Вкус саралжинских бахчевых оценила наш корреспондент в регионе Лайла Уесова. Спартак Туримуратов знает толк в арбузах. Легко определяет самый спелый и сладкий. Бахчеводством житель поселка Саралжин занимается уже седьмой год. Сейчас арбузы растут на площади в 15 гектаров. Раньше на засушливой земле уила такие арбузы не росли. Но увлеченный своим делом фермер смог добиться высоких урожаев. С каждым годом мы расширяем пассивные площади. Это неприхотливая культура. Везде будет расти. Главное – трудиться. Посадить, полить, от сорняков избавиться. Мы высаживаем только элитные голландские сорта арбузов. А вот с дынями экспериментируем. С природой не поспоришь. Арбузы и дыни в этих краях созревают не раньше августа. А чтобы конкурировать с поставщиками юга, уилский бахчевод высаживает и ранние сорта. Сбор урожая сейчас в самом разгаре. В день с полей убирают до 60 тонн арбузов. Каждый сезон предприниматель нанимает от 15 до 30 помощников. По дорожной карте занятости здесь трудится порядка 20 безработных. У сельчан появился стабильный заработок. В месяц они получают по 50-60 тысяч тенге. Это единственное в уилском районе хозяйство, которое занимается бахчевыми. Бахчеводство – дело прибыльное, но хлопотное, признается глава хозяйства. Выращенная без нитратов продукция пользуется спросом. К тому же своими арбузами «Спартак» торгует без посредников. Помогают ему дети. Бахчевод из Саралжина считает семейный бизнес хорошим делом и намерен передать его потомкам. Лейла Уэс, Вайбек Даутов, Октюбинская область, 24КЗ. Больше 900 спортсменов из 140 стран. Астана стала хозяйкой чемпионата мира под дзюдо. Он стартует уже в понедельник и продлится неделю. Специально к соревнованиям в столицу Казахстана прибыл президент Международной федерации дзюдо Марио Свизер. Он уже встретился с госсекретарем Гульшарой Авдохалыковой. Они обсудили перспективы развития этого вида спорта в Казахстане. Отмечу, что всего будет разыграно 14 комплектов медалей среди мужчин и женщин в 7 весовых категориях. У нас уже и билетов нет на чемпионат мира на 7 дней полностью раскуплены. Приезжают к нам болельщики со всего Казахстана, со всего мира. Чемпионат мира пользуется популярностью. Он очень популярен и очень важен для спортсменов, потому что они будут бороться не только за звание чемпионов мира, они будут бороться за рейтинговые очки, которые необходимы для попадания на Олимпиаду 2016. Проведение чемпионата здесь, в Астане, во-первых, обеспечит нас новыми болельщиками, а во-вторых, все международные организации спорта будут наблюдать за этим событием. То есть об Астане узнает весь мир. Читающее поколение – будущее Казахстана. Фестиваль книги под таким названием прошел сегодня в Астане. Главная цель организаторов акции Национальной академической библиотеки страны – духовно-нравственное просвещение казахстанской молодежи. В многочисленных конкурсах и викторинах мог принять участие любой желающий. Самые эрудированные получили лучший подарок – книгу. На этом пока все. Увидимся в середине следующего часа.